Такое количество лошадей Челненский ипподром принимает раз в год. Правда, сотни проворных жеребцов были спрятаны под капотами автомобилей. За зимней трековой гонкой на Кубок Салавата, которая в городе традиционно проводится в феврале, наблюдала наша съемочная группа. Пока автомобили не начали плавить лед, на трек вышел мой коллега Егор Орлов. Буквально через несколько минут весь обыденный мир останется там, за кольцом трека, за трибунами, переполненными болельщиками. И даже нашей съемочной группе разрешается перемещаться только в определенной зоне. Но, несмотря на это, мы постараемся в своем репортаже максимально реалистично передать все, что здесь будет происходить. На прямом участке машины разгоняются до 160 км в час, а поворот входит на 80. Для того, чтобы на трассе не произошло несчастного случая, предусмотрено не только отцепление, но и специальная сигнализация с помощью флагов трех цветов. Например, вот красный флаг используют для того, чтобы объявить фальстарт. Один желтый означает, что на трассе преграда, два желтых означают, что трасса перекрыта. А вот для чего используется белый флаг, я не знаю, но пользуются им явно редко. Судя по тому, что произошло именно сейчас, все эти меры не напрасные. Пилот на заснеженном бордюре, а машина на крыше, перевернутая. Откуда-то из днища идет дым. Когда основные водители сломались, вышли из строя, попали в аварию и не могут принимать участие, а на дорожке должно быть 6 человек. Поэтому выпускается автомобиль запасной, который принимает участие, зарабатывает очки. В небольших промежутках между заездами гонщики готовят свои автомобили. Здесь настоящая кузница. Все меняется, ремонтируется. Вот скажите, есть какое-то, так сказать, именно для зимнего ледяного трека, вот характерное управление машиной? Особенно, в принципе, как бы ничего нет, кроме контрзаноса. А так, здесь старт решается все практически. Первый заезд проехал, но со старта не получилось нормально съехать. Вот сейчас пойду к программисту, чтобы он подкорректировал программу. Заливается двигатель, не хватает ей оборотов какой-то. Хоть гонщиков и награждают после каждого заезда, главные трофеи ждут церемонии закрытия. Стоит отметить, что мужественные пилоты не только состязаются в профессиональном мастерстве. Большая часть призового фонда будет передана Челнинскому дому ребенка. Кубок Салавата – это единственное в России благотворительное соревнование по автоспорту. Егор Орлов, Андрей Буслаков. РНТВ. Набережные Челны. Продолжение следует...